Всем привет! На этом канале я не часто рассказываю вам про какие-то видеоигры, настолько не часто, что даже забыл, что у меня есть тематическая заставка на эту тему. И вот она! Но игра, о которой сегодня пойдет речь, настолько сильно запала мне в душу, что я не смог пройти мимо и решил отойти от привычных мне обзоров софта и рассказать вам о настоящем игровом шедевре. Прошу любить и жаловать, Disco Elysium! Немного экскурса в историю. В кажущемся уже таким далеким и не пандемийном 2019-м вышла игра Disco Elysium. На тот момент она вышла исключительно на платформе Windows. До macOS она добралась в апреле 2020-го. И казалось бы, почему бы не рассказать о ней раньше? Но дело в том, что в игре очень серьезный английский язык, с которым немногие смогут справиться. Лично меня обычно не останавливает наличие или отсутствие великого и могучего в игровых продуктах. Но в этой игре он настолько замороченный, что я не смог в нее играть больше 10 минут. На радость поклонникам и обходившим эту игру стороной по этой же причине, в январе этого 2021 года вышла официальная русификация. Этот ролик я записывал еще в 2021 году, но так вышло, что добрался я до него только в 2022. Но время нисколько не поменяло мое мнение об этой замечательной игре. Поэтому многие игроки во всем мире, включая меня, ворвались в эту игру и уже смогли по достоинству оценить ее преимущество. Собственно, основная прелесть игры заключается именно в сюжетной составляющей. Сценарий, подача истории, диалоги, проработка персонажей – это главное преимущество проекта. Именно это помогло дебютной игре эстонской инди-студии заработать еще в 2019 году кучу престижных игровых наград, многие из которых за лучшую игру года. Сюжет рассказывает о неком вымышленном мире со своими странами, городами, своей историей и важными событиями. Мир этот, впрочем, не слишком отличается от нашего и является иногда умелой пародией на реальный уклад жизни, неравенство различных социальных слоев, политические устрои общества. Завязка в игре примерно следующая. Главный герой просыпается в гостинице с ужаснейшим похмельем. При этом он не помнит ничего, вообще ничего, ни как его зовут, ни кто он такой, нигде находится, зачем он и вообще что происходит вокруг. Быстро становится ясно, что наш протагонист – детектив местной милиции, и он должен расследовать убийство. При этом на заднем дворе гостиницы повешен мужчина и висит он там уже давно. Алкоголику-детективу с нашей помощью предстоит не только расследовать убийство, но и вспомнить множество факторов в своей собственной жизни. Это простой, но кажущийся мне отличный прием помогает ввести игрока в суть дела постепенно, шаг за шагом узнавая все больше интересных событий этого мира. Игра при этом очень сильно завязана на диалогах. Что уж там, диалоги – это и есть практически вся игра. Именно поэтому мне так важно было дождаться русификации, ибо, пытаясь играть в оригинале, мозг плавился уже после 10 минут попыток разобраться в местных перипетиях сюжета на английском. По факту игра представляет из себя классическую point-and-click ролевую игру в изометрической проекции. Этакая старая RPG вроде Baldur's Gate и Fallout. Но здесь по факту нет традиционной боевой системы или чего-то подобного. Вся игра – это поиск нужных предметов и разговоры с персонажами. Практически олдскульный квест, но с богатой ролевой системой не хуже, чем во взрослых настольных ролевках. В игре есть 24 навыка, объединенных в 4 категории – психика, моторика, физика и так далее. В зависимости от изначально выбранного типажа и дальнейшей прокачки мы будем отыгрывать определенную роль. Впрочем, роль эта может меняться в зависимости от ваших действий и дальнейшей прокачки персонажа. В игре масса задач, которые можно достигнуть разными путями. Например, в самом начале игры герой задолжал круглую сумму за погром и массу выпитого в гостинице. Эти деньги можно достать огромным количеством способов. Можно уболтать начальству в участке, что вам нужно больше денег. Можно украсть разные вещи и заложить их в ломбард. Можно в конце концов собирать бутылки и сдавать их. И это далеко не все. Ролевая система представляет из себя постоянную проверку навыков и характеристик через броски кубиков. Вам нужно взломать дверь, можно просто приложить грубую силу. И если у вас есть необходимые инструменты, ваш навык грубой силы достаточно прокачан и удача на вашей стороне, дверь легко поддастся. А можно просто уболтать нужного персонажа и получить ключи. В игре всегда есть несколько вариантов альтернативного решения проблемы. И не все они являются очевидными с первого взгляда. Герой-харизмат будет лучше влиять на других людей и достигать своей цели. Лавкач тоже может быть успешным, но с другой стороны. В игре очень подробно прописан интересный мир. Мир этот со своей историей, со своим укладом жизни и со своими проблемами. Здесь есть все, что присуще нашему миру. Коррупция, расовое неравенство и проблемы простых людей. За время игры придется так или иначе взаимодействовать с разными слоями общества, которые кроме того еще и нередко находятся по разные стороны от баррикад. В игре вы вольно сделаете своего героа правого радикального расиста или коммуниста, для которого общее благо выше собственной выгоды. В вымышленном мире игры поднимаются вопросы идентичности персонажа, что делает эту игру более близкой к реальной жизни. При этом повествование полно юмора и иронии. Высмеиваются культурные ценности персонажей, обнажая лучшие и худшие их черты. Игра при этом не стесняется и крепкого словца, что еще более важно в случае ожидания русификации. И русификаторы поработали просто блестяще. В игре куча мата и используются такие обороты, от которых бы в жизни вяли уши, но при этом в игре это выглядит очень иронично и забавно. И естественно, знаете, что в эту игру не стоит играть с детьми. Юмор дополняет и своеобразный внутренний диалог главного персонажа. Различные аспекты его личности спорят друг с другом и в зависимости от прокачки статов могут помогать или мешать в расследовании. В игре не сложная графика, без откровений и игры мускулами. Но в то же время работа дизайнеров и художников добавляет игре шарма, а игровому миру проработанности. Все будто бы нарисовано красками, а количество деталей моментально погружает в этот манящий мир и не отпускает до самого конца. По меркам современных игр, системные требования у диска Elysium довольно щадящие. Но раз уж основная тема канала это компьютеры Mac, я рекомендую не ждать чудес от ваших MacBook Air со встроенной графикой. Кстати, эта игра отлично работает на моем MacBook Air на M1. Я снимал отдельный ролик про игры, где вкратце также рассказывал про эту игру. Я запускал игру на своем iMac 27 дюймов 2019 года в таком конфиге. И работает она вполне прилично. Хотя моя запись экрана может показаться вам несколько дерганой, но это именно из-за активного скринкаста. В обычном режиме все работает замечательно. Игра в Steam стоит чуть больше 700 рублей в российском регионе. И более того, она еще часто бывает на скидках. Считаю, что за такую большую, интересную и проработанную игру это сущие копейки. Лично я рекомендую не пожалеть ни денег, ни своего времени, а ознакомиться с этой игрой. Это действительно редкий проект, который выходит раз в большое количество времени. И в ближайшее время таких точно не предвидится. Надеюсь, что я не очень сильно отвлекся от основной темы канала. И вы по достоинству оцените этот ролик. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте палец вверх. Пишите в комментариях, что думаете об этой игре или о других играх. И в целом о гейминге на Mac. Стоит ли мне продолжать эту тему на канале или никому она нафиг не интересна. Если впервые здесь, то подписывайтесь на канал. Вступайте в наш теплый ламповый чат в Telegram. В наш паблик в ВК. Слушайте наши подкасты. И при желании можете поддержать меня материально. Все ссылки есть в описании. Спасибо за просмотр и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok